В Берлине ажиотаж. Фанаты кино с раннего утра занимают очереди за билетами. В четверг здесь открылся главный кинофестиваль года. В город съезжаются мировые знаменитости, среди которых есть, например, Ричард Гир. Берлинале считается самым политизированным из всех мировых кинофестивалей, но его директор Дитер Кослик обещает в этом году больше юмора и оптимизма. Мы бы хотели нашей нынешней программой сделать хоть что-то против всей этой бессмыслицы и пессимизма, которые валятся на нас с самых верхов. И все же. 67-й по счету кинофестиваль открылся фильмом Джанго с явным политическим и историческим подтекстом, работой французского сценариста Этьена Камара о джазовом гитаристе Джанго Райнхарде. Его сюжет вполне вписывается в актуальные новости сегодняшнего дня. Речь идет о судьбах цыган во времена национал-социализма и о бегстве свободной личности от тоталитаризма. По словам организаторов кинофестиваля, этот фильм как нельзя лучше вписывается в современный контекст. Россия также представлена в программе Берлинского кинофестиваля художественным фильмом с политическим подтекстом. Сюжет картины заложники московского режиссера Ризо Гигиниишвили основан на реальных событиях. В 1983 году группа молодых людей попыталась угнать пассажирский самолет из Тбилиси, чтобы сбежать из Советского Союза за границу. Попытка угона закончилась трагедией с человеческими жертвами. Другой политический фильм из России и о России — документальная лента режиссера Аскольда Курова под названием «Процесс». В ней идет речь о суде над уроженцем Симферополя, писателем и сценаристом Сенцовым, приговоренным в России к 20 годам лишения свободы за терроризм. Фестиваль продлится до 19 февраля. В его рамках будут показаны почти 400 картин. В конкурсной программе участвуют 24 фильма.